Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Крафтов Сергей, и сегодня мы будем обсуждать такую тему, как лекарство от нарцисса. И тут я хотел бы опять же несколько поделиться, может быть, не совсем научным своим опытом, научный выпуск я еще сделаю о нарциссах, а хотел бы поделиться с вами своим опытом, даже практическим, так как вам всем очень вроде бы понравился выпуск о том, как я жил с нарцисской, я хотел бы рассказать, как я лечился от этой, так скажем, нарциссической зависимости, и, соответственно, ну что-то, конечно, будет найдено мной в учебниках психотерапии, что-то было переработано с годами, но, тем не менее, это очень помогает, это очень помогает просто при стрессах, просто двигаться по жизни, если у вас есть какие-то цели, может быть, вы хотите достичь каких-то результатов в бизнесе, в спорте, просто детям на лету заработать, как часто бывает, девушки и женщины остаются одни, поэтому здесь, соответственно, вот эта вот цель и лечение, они будут объединяться, и, соответственно, таким образом мы сможем не только вылечиться от нарциссической зависимости, но и получить положительные результаты вообще в своей жизни, чего-то, по крайней мере, попытаться достичь. Я надеюсь, что у вас это получится. Первонаперво, что хотелось бы озвучить, это то, чего боится больше всего нарцисс. Если вы с ним еще контактируете, если вы вынуждены еще иметь какой-то контакт с нарциссом, нарцисс, что бы он вам ни говорил, его главное оружие – это уход. И если вы действительно для себя решите, что вам это безразлично, что он уйдет, хотя бы вы решите для себя, что вы меньше этого боитесь, чем раньше, то, соответственно, нарцисс будет это чувствовать. Если вы ему действительно на полном серьезе, вы поверите в то, что вы можете теперь разорвать эти отношения, вы наберетесь силы смелости и храбрости, начнете ему это высказывать, будете говорить ему «я не боюсь, что ты уйдешь от меня», потому что у меня, может быть, можно даже немножко солгать и сказать, что у вас появился кто-то, да, то, соответственно, таким образом вы начнете чувствовать, что если присматриваться к нему, он, во-первых, будет менять поведение по отношению к вам, то есть он уже будет больше, чуточку больше вами дрожит, потому что он поймет, что вы начинаете от него ускользать. А вы для себя почувствуете, что это не так страшно, и это человек, который питается вашими эмоциями, и все эти, соответственно, поступки, которые он делает, они как, ну, такие вампиры, да, и, соответственно, вы не получаете здесь здоровых отношений, вам действительно нужно бежать, и вы увидите, как меняется нарцисс, когда вы не даете ему этой подпитки, он уже не такой классный, не такой сильный, как вы его считали раньше. Второй способ, если вы еще в контакте с нарциссом, это озвучивать, озвучивать ему его действия. У меня как-то недавно были отношения с девушкой, с нарцисской, она, кстати, ушла, потому что они сами убегают, когда они чувствуют человека сильнее них. Ни девушка, ни парень, нарцисс, они не будут с теми людьми, на которых не действует их black magic. Поэтому, соответственно, здесь нужно ставить, как я говорил, такой щит, защиту от нарцисса, и вы должны озвучивать все его вещи. И я ей говорил, смотри, вот то, что ты здесь делаешь, это называется абьюз, это называется газлайтинг, это называется манипуляция. Она еще была врачом, к тому же, и я ей говорил, смотри, здесь вот когнитивные искажения, здесь у тебя, соответственно, такой шизофренный генный посыл, и понимаешь, ты вот, ну, то есть мне просто, я всегда говорю, мне интересно, ты осознаешь свои действия? Ты уже осознал, что ты нарцисска? Или ты это делаешь подсознательно? Ну, скажи честно, тебе прикольно, ты чувствуешь удовлетворение, когда ты делаешь? Они очень боятся почему-то это озвучивание. И я всегда привожу примеры, ей говорю, ну, давай я согласен, давай я тоже буду тебя как-то унижать, обесценивать, да, говорить какие-то двойные стандарты, двойные вещи, да, вот это вот шизофренно-генные посылы делать. Давай будем так общаться на этом уровне, я умею, я долго практиковался, привожу какие-то примеры, и, соответственно, им неинтересно. Им неинтересно, потому что их разоблачили, они больше не, ну, во всяком случае, можно сказать, девушку больше не кынь, да. Соответственно, таким образом мы, получается, отпугиваем от себя нарцисса, ставим щит, решаем нарцисса подпитки. Когда мы решаем нарцисса подпитки, то, соответственно, уже нет смысла в нас, и он начинает меньше использовать какие-либо манипуляции. Хотя, судя по моему, девушки, даже когда расстаются, они все равно пытаются найти какие-то глупые причины, ну, какую-то вину, да, ставить, что ты был виноват в чем-то, поэтому я от тебя ухожу. Поэтому, соответственно, здесь не нужно это обращать внимание. Нарцисс будет пытаться зацепить вас, вцепиться в вас, все равно чем-то вас кольнут на прощание. Это вполне нормально. Он так хлопает дверь, когда уходит. Помните, что нарциссы привязаны не к образу родителя как таковому, а, соответственно, к своим переживаниям детским, да, когда родитель их ставил на табуреточку при всех, и все, при всех нахваливал, да, и такой немножечко истероидный у него может быть посыл в эмоциях. Он требуется, ему вот эти вот хвала, похвала и так далее. И я знаю, что многие люди, которые меня смотрят, они мне пишут, и мы с ними ведем переписку, и я, соответственно, их консультирую. И они говорят, мне неловко его не хвалить, не хвалить свою подругу-нарциссу или своего друга-нарцисса. Мне неловко ему говорить, что он нехороший. Он ведь мне какие-то такие вещи рассказывает, где он очень хороший. Вроде бы здесь надо человека похвалить и сказать, ну, что он молодец. И эти люди, они очень эмоциональные, эмотивные. И для эмотива, конечно, сложно отказаться от похвалы нарцисса. Однако я могу сказать одно, что это ошибка. Не нужно ни в коем случае хвалить нарцисса. Не нужно. Итак, а теперь я дам вам свое лекарство от нарцисса. Это только моя интерпретация такой психотерапии, которая помогла мне. Не факт, что она совсем стопроцентно подойдет всем. Не факт, что она стопроцентно подойдет вам. Не факт, что она стопроцентно поможет. Но чтобы познать ваше лекарство и понять, что поможет конкретно вам, мне нужно разговаривать непосредственно с вами. Пожалуйста, мне очень приятно, когда вы описываете в комментариях свои истории. И я очень рад, что вы обращаетесь ко мне за помощью. Но я не могу проанализировать, даже если вы напишете книгу о том, что было с вами, когда вы переживали абьюз от нарцисса или какие-то другие вещи. Я могу вам помочь, только если вы, соответственно, сами, сами позвоните мне, придете ко мне на консультацию, и мы будем обсуждать эти вещи. Потому что, ну, ни в коем случае не получится сделать так, что вы, соответственно, как-то мне напишите какой-то вот, ну, текст даже может быть очень длинный. Я такой сел и сказал, вам нужно вот сделать то-то, 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 и вам будет хорошо. Понимаете, все очень индивидуально. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите, чтобы я что-то посоветовал, ну, прям вот именно для вас, то, что будет максимально эффективно в вашей ситуации, это только консультация. А этот способ, он такой профилактического характера и поможет, если вы просто переживаете такой застой в своей жизни, такую депрессию, и вы хотите начать лечение, и хотите начать куда-то в жизни двигаться в первую очередь, и не хотите стоять, соответственно, на месте. У себя дома, когда я просыпался, я снимал квартиру, у меня была такая квартира, на которой можно было, в общем-то, там была стена, стена, ну, на ней была просто какая-то краска, и мне сказали, в принципе, я могу там ее закрасить, сделать с ней что угодно, просто серенькая стена с немного отбитой белой краской. И я просыпался там очень хорошо, писал маркер по этой краске, и, в принципе, можно было ее даже стирать, такая глянцевая краска, я использовал ее как планшет просто, то есть я не стал чинить, там, как-то красить эту стену, квартира была съемная, я не стал заморачиваться над темой, и я писал, у меня было две колонки, лечение и цель. В целях я писал малые и крупные цели, ну, крупные цели, это, допустим, я хочу зарабатывать больше, но не просто больше, а ну, насколько больше, какую-то реальную, опять же, цель, допустим, на 5 тысяч больше хочу начать зарабатывать в этой, соответственно, в этом месяце, или там мне нужно заработать какую-то сумму на обучение, например, было нужно на учебу, я учился платно, вот, и, соответственно, вот в этой колоночке я это все писал, и малые цели просто, которые заставляли, как бы колонка делилась на цели, которые мне нужны, ну, для работы, для учебы, и малые цели, это то, что просто позволяло стать мне лучше, там, допустим, я хотел пожать 100 килограмм на 10, раз тогда, да, там еще какие-то вещи, и я просто писал какие-то такие маленькие вещи, которых, если я достигну, я стану чувствовать себя чуточку лучше. И следующая колонка – это лечение. Ну, во-первых, я написал себе одну очень важную вещь, понимаете, когда вы в стрессе, когда вы в депрессии, любая вещь, которая будет препятствовать полноценному вашему восстановлению, выработке, соответственно, полноценный гормон ваших, да, когда у вас будет невысокий гормональный баланс, она будет развивать уровень кортизола, повышать, и, соответственно, ну, вообще загонять вас больше в стресс. И самая большая такая вещь, которая, соответственно, может это сделать, это недосып. И я написал, что в лечении, я отнесся к этому прям как лекарству, и обязательно рекомендую вам отнестись к этому как к лекарству, я написал спать 7-8 часов. То есть я все свое, весь свой график и прочее, я, соответственно, укладывал в то, чтобы я спал 7-8 часов. При этом я пил мелатонин, но он достаточно, в принципе, там особых каких-то противопоказаний нет, вот, потому что у меня вообще я склонен к расстройству сна, и, соответственно, вот эта штука, она мне очень сильно помогала. Ну, нужно ли пить вам его, это, конечно, ну, большой вопрос, но, тем не менее, на случай, если у вас тоже расстройство сна, в принципе, это та вещь, которой можно вполне спастись. Следующая вещь, которую необходимо сделать, у меня ее, правда, не было, но вы можете написать себе в колоночке лечения, это отказаться от алкоголя. Просто дело в том, что я фактически, ну, совсем не пью, это может быть очень редкий какой-то праздник, или это может быть, ну, естественно, Новый год какой-то, встреча какая-то, ну, там будет бокал вина, а так я вообще никак не приемлю алкоголь, и, соответственно, на этот период лучше, на период депрессии, лучше отказаться от каких-то алкоголя, каких-то вредных привычек, тем более наркотиков, или табака. Но табак, такая вещь, если у вас идет кальян и прочее, то вот я, например, люблю кальян, и я от него отказывался на период стресса. А когда у вас, наоборот, соответственно, идет постоянный стресс, и если вы решите бросить курить в одночасье, будете хвататься за работу, учебу, еще что-то, конечно, так не получится. Поэтому нужно как бы дифференцированно подходить к решениям проблем. Сначала вы убираете масштабную стрессовую ситуацию, потом, когда уровень стресса снизился, вы уже решаете вопрос с курением, а не сразу так за все хватаетесь, сразу там пять зайцев пытаетесь поймать. Конечно же, лучше всего, особенно если у девушек из-за стресса наступает дисминария, да, то есть следует сдать кортизол, пролактин, эстрадиол, кортизол нужно сдавать в слюне, тестостерон обязательно сдайте, особенно мужчины, если вы находитесь в стрессе ТТГ, Т3, Т4, и можете посмотреть, как плюс-минус интерпретируются гормоны щитовидной железы ТТГ, Т3, Т4, потому что стресс может выбить все вышеперечисленные гормоны, и вообще он на ваш гомеостаз очень сильно влияет. Дорогие друзья, также хотелось бы вам напомнить, что главное это то, кто вас окружает сейчас, когда вы боретесь со стрессом, вам нужна помощь, вам нужны близкие люди, вам нужны люди, которые находятся рядом, готовы выслушать, и не будут вас осуждать, не будут говорить такие глупости, что забудь ты про этого человека, да ты сама там идиотка или идиот, что ты вообще поперлась, полезла туда, не будут вас обесценивать, а будут наоборот вас хвалить, тогда вы поймете, что соответственно мир, он наполнен и хорошими людьми, и вам есть для чего жить, есть множество людей, которые вас поймут, и на моем канале на самом деле я безумно благодарен своим подписчикам, что вы есть, вы приходите на этот канал, очень много добрых, отзывчивых людей, и вы даже друг друга поддерживаете, да, я вижу такую переписку, спасибо вам огромное, дорогие подписчики, что вы смотрите меня, и что вы помогаете этим не только мне, да, в моем, ну так скажем, моей работе, в моем творчестве, но вы еще и помогаете друг другу, потому что в такой тяжелой жизненной ситуации или те люди, которые пережили такую жизненную ситуацию, нам очень важно объединиться и очень важно помогать друг другу, потому что есть темная отряда, есть люди, которые могут просто так прийти в вашу жизнь и разрушить ее, и необходимо понимать, что так как мы обладаем незащищенными, так скажем, местами, да, это вот как самолеты, да, или там боевые какие-нибудь вертолеты, одни полностью бронированные, а у других где-то бронь отсутствует, или кто-то полностью, да, небронированный, беззащитен, нужно объединиться как-то и помогать друг другу, пускай это объединение только дистанционное, только моральное, только через комментарии, но я очень рад, что на моем канале нету каких-то таких суперактивных хейтеров, и все очень доброжелательны, безумно благодарен вам за это, и я очень надеюсь, что вы будете друг друга больше поддерживать, помогать, и больше даже делиться друг с другом каким-то своим опытом, да, который вы пережили, таким образом вы поймете, что мир, он не только состоит из зла, да, или тяжелых людей, которым сложно вас понять, есть еще добрые, отзывчивые люди, которые просто могут вам помочь хорошим словом. Дорогие друзья, я жду вас всех на своих консультациях, цена за консультацию чисто символическая 1000 рублей час, и соответственно я постараюсь помочь вам на ней, к сожалению, на данный момент у меня нет возможности анализировать ваши переписки, те истории, которые вы мне присылаете, я обязательно, когда наберется 5000 подписчиков, в юбилейном выпуске их озвучу, или может быть сделаю, начну уже череду таких выпусков постоянно, где я буду озвучивать ваши истории, но анализировать их в режиме онлайна, к сожалению, никакой возможности не имею, также не имею возможности отпускать вам консультации бесплатно, очень бы хотелось помочь некоторым людям, но мое время ограничено, есть платежи, так скажем, некоторые обязательства, которые я должен делать, да, начиная от коммуналки, заканчивая питанием, вот, поэтому я не могу полностью заниматься такой вот благотворительностью на данный момент, соответственно, стараюсь как бы цену не повышать, если вам интересно, интересно мое мнение на вашу какую-либо ситуацию, жду у себя на консультациях, ну и подпишитесь на мой инстаграм, он у меня очень, конечно, сейчас не развивается, но это тоже поможет, вы просто этим самым поможете мне в, соответственно, продвижении моего тухлого инстаграма, спасибо огромное за внимание и да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова